Комплексная проверка учебных заведений на соответствие действующим образовательным стандартам входит в обязанности областного депутата. В Немчиновском лицее ощущают постоянную поддержку администрации района и поселения. Тем не менее, проблемы и есть. Например, устаревшее компьютерное оборудование. Проводим работу по исполнению поручений, наказов наших избирателей, наших жителей. Особенно это касается сферы образования. Поэтому посмотрели то, что нужно здесь, в Ново-Ивановском, чем мы можем помочь, взвесить потребности и возможности, выбрать самое важное и двигаться дальше. Еще одна обязательная составляющая поездок по образовательным учреждениям – встречи с педагогическими коллективами. В ходе откровенного общения выявляются наиболее острые проблемы. Пока лице еще работает в одну смену, но с каждым годом обучающихся в классах все больше и учить их все сложнее. Это же сказывается на качестве обучаемости детей. В советское время стандарты позволяли создавать классы и по 40 человек. Сегодня же эта цифра должна быть в полтора раза ниже. Дмитрий Аркадьевич обещал обратить на проблему внимание и на районном, и на областном уровне. Важнейший вопрос, хотя школа продолжает работать в одну смену, слава богу, но уже на грани, уже педагоги ставят вопрос о том, что надо бы расширять, либо пристройку делать, потому что количество учеников прорастает год от года. Сейчас уже в классах хорошо за 30 человек, и уже пора принимать меры. Также депутат напомнил педагогам о необходимости прийти 18 марта на президентские выборы и принять участие в голосовании. Пётр Горохов, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.